здравствуйте дорогие дамы и господа да благоволит к нам господь с вами джон клюкер сегодня 1 октября вчера под вечер выпал первый снег сейчас покажу немножко но он выходные на растает потому что обещают это плюс 5 градусов раз покажу так немножко на поселке так мы находимся в республике коми город вентап поселок южный я иду на автобус но номер 3 чтобы доехать до работы итак здравствуйте дорогие дамы и господа да благоволит к нам господь с вами джон клюкер и гриба бас сейчас в начале увидели кадры к это снимал я так сказать первый снег который выпал в городе это сейчас на данный момент у нас 3 октября 2015 год мы с гриба басом идем в поход я уже придумал название похода это шалаш тони и джони мы будем делать ну хотим закончить закончить завтра шалаш строительство шалаша короче временное жилище то есть там нам ну да оно нужно для того чтобы перекантоваться там мы будем заготавливать материал для постройки избушки а в этом шалаше если что переночевать чтобы не ходить ну километры не не наматывать в избушку туда где мы постоянно ходим не терять силы в общем гриба бас сколько сейчас время скажу 20 минут 9 доходит да сейчас уже 20 минут 9 по москве всех интинцев поздравляем с днем города он будет завтра 4 октября городу инта исполняется 61 год это не год интинцы с днем города мы с вами а гриба скажи ура товарищ ура товарищи так и сейчас идем но мы тут сейчас стоим на дороге на мональный склад и я увидел как бы такие две точки думал сначала это смылась тут кошка сидела убежала и у нее сверкали глаза и она только что смылась видимо испугалась то что мы разговариваем вот сейчас мы только что еще зашли в магазин карпаты я брал с собой 500 рублей ну и все эти 500 рублей на продукты потратил ссылочка будет вверху посередине на канале джон клюкер будет обзор продуктовый что я купил на 500 рублей вот в лес с собой а сейчас идем до телевышки это вообще темнота впереди да такая грибопаста темно совсем стало никакого освещения вообще только вот огоньки телевышки видать и все сюда ну и сзади вот огоньки это поселок южный вот но если что-то будет интересно по ходу дела может быть расскажем вам а сейчас у нас марш и бросок до телевышки момент но по погоде но сейчас началась изморозь и изморозь сейчас покажу вот видите блестит то есть сейчас уже стала минусовая температура хотя на дороге грязь еще такая мягкая идем мы в болотника в болотных сапогах вот дам в избушке у нас есть обувь переодеться у гриба баса керы керзовые сапоги у меня мать и ботиночки такие старенькие как-то вопрос вконтакте задавали насчет фонарика ну как сделать выносное питание но я не знаю задают такие вопросы для меня как бы такое это сложности нету ну гриба остановить просто-напросто вот любой фонарик такой до светодиодный вот где батарейки вот здесь должно быть три пальчиковые батарейки там есть питание то есть плюс-минус проводки подходят ищите эти провода плюс-минус к ним при припаиваете припаиваете вот этот провод ну надо стараться чтобы он выдерживал мог был гибкий провод чтобы он не перегнулся не сломался и на этот провод уже паяйте батарейки как хотите можно сюда квадратную батарейку но сюда достаточно четыре с половиной вольта а здесь у меня получилось 6 вольт вот вот этого и этой емкости батареек гриба басу на долгах ухота в этой да уже ты какой поход уходишь кому-то не походил виду до тебя этот фонарик с одним светодиодом он ну мало потребляет и ну как сказать экономично еще хорошо он свет далеко и . небольшая и свет отлично да но свет хорошо он это вот даже вот в зимних условиях это конечно очень хорошо с такими фонарями ходить что до чтобы батарейки были в тепле то есть вы батарейки себе за пазуху ложите все правильно даже вот в это время вот когда уже 0 минус 1 уже как бы быть батарейки будут садиться из-за таких низких температур все правильно да на больше просто-напросто фонаря хватит так дорогие зрители либо вас постоянно рассказывает история сегодня моя очередь я буду теперь историю рассказывать но эта история домой как сказать первый коммерческий опыт когда я впервые стал продавцом это было в детстве мне было я не знаю я наверно был даже в седьмом или в шестом классе тогда был живой мой брат двоюродный женька царство ему небесное сожалению он умер уже два года назад вот похоронах кстати помогли мои коллеги по работе ну дали мне в общем денег на похороны я высылал он сам жил башкирии вот так что большое спасибо коллеги по работе что помогли похоронах моего брата двоюродного евгения вот мы в детстве когда бабушка у нас живая была анастасия она жила в янауле ну и вот брать двоюродные братья кто там мог родители привозили к бабушке мы там собирались кучей там допустим серега двоюродный брат там женька там жил в янауле я приезжал с севера вот а женька рыбак заяблый вообще короче по жизни он рыбак у него и рыбки и дома аквариумных он держал очень много информации про рыб знал очень эту рыбу хорошо ловил там места в детстве он еще там второе место как он или первое занимал в день рыбака когда ловили рыбу так это он еще учился в школе и он занял это призовое место в общем вот а тогда был летний сезон и и от янаула там минут 30 минут 30 35 ехать есть станция карманова мы доезжали до станции энергетик и там гресс кармановская гресс вот и там мы ловили карпов мы там разводили в садках этих карпов ну и как бы они там развелись еще и как бы дикие такие карпы вот ловились они ну нормально там ловились они мы как рыбачили на удочку вода теплая шла там даже зимой не завели не замерзала вода то есть вода использовалась за охлаждение там турбин вот если турбин для охлаждения а то есть когда этот вот так проходил и она уже ну как бы не знаю горячий или теплый выходила уже в канал там и и там это очень такое хорошее место было для карпов они любили там жить вот мы брали кошель на кошель там комбикорм там всякий делали закидывали кошель поплывочек чтобы видно куда было закидывать удочку на удочку два поводочка и опять же тоже на и на этот же комбикорм насадка то же самое было комбикорм но только смешанная с хлебом чтобы она не слетала с этого с крючка и ловили очень много мы этих карпов ну хорошо ловилась на ты на то есть мы за рыбалку постоянно вместе вот серега ездил я и женька ну я не помню ну килограмм по 10 наверно каждый раз мы привозили если не больше но втроем потому что у бабушки холодильник был забит рыбой это но этим карпом вот ну и мы в общем это стали продавать эту рыбу я продавал рыбу там женька продавал рыбу и вот я помню что цена где-то было 5 рублей за килограмм я продавал и потом вот на эти деньги что я за лето там на продавал я себе купил рюкзак первый свой свой рюкзак на свои заработанные деньги купил но этот рюкзак я еще с этим рюкзаком вот как раз когда начинал ходить на чапаевские озера он еще у меня тогда был целый рюкзак а потом уже он уже где-то два сезона я сходил и он ну уже такой изорвался в негодность пришел я уже себе сшил самодельный рюкзак типа под ярмарк ну ярмарк типа такого сам сшил на машинке все это а сейчас вот уже купил вот это уже получается четвертый рюкзак это я купил абакан а третий рюкзак я до этого покупал так он называется yukon 95 отдал я гриба басу этот рюкзачок хороший ну рюкзак да он этот анатомический его легче таскать ну и нормально там всякие затяжки там можно прицепить все там это палатку прицепить плащ лодку как бы рюкзак такой вот у тебя он вообще классно смотрится видишь я подожди стой он такой как бы такой узкий длинный в нем удобно даже вот ходить в поезде то есть как бы вот если бы не было вот этого коврика то в проходе в поезде ты бы хорошо бы проходил никого бы не задевал а я со своим абаканом ну то что там эти боковые карманы вот когда в отпуске были я уже ходил мне приходил приходилось боком делать рюкзак то есть вот эти карманы как бы мешаются вот мы в эту воду заходили где-то вот ну по пояс и даже выше пояса голые заходили в плавках были постоянно в воде где-то стояли там часами прям вода теплая вот допустим если не погода до дождь идет наверно ну как бы на поверхности холодно да а ты заходишь в воду и греешься представляешь гриба вас в водах такая как это как форное молоко там вот это красиво получается и вот мы стояли и на удочку ловили крючки такие железные ну как бы втыкаешь крючки а у чебаси по 1 на крючке сами подожди садок садок на этот крючки ну ой на этот крючок он висит садок в воде то ловишь рыбу в садок и она там живая плавает в садке то есть она не портится она живая потом уже когда собираешься уже когда садок поднимаешь уже в рюкзак все складываешь и все ну и довозишь нормально она свежая рыба жареный он свежий вообще класс у карп жареного как знаешь это как типа водные поросята ухты они вообще вырастают здоровых размеров карпы сами да да карпы вот карп сазан это типа как дикий карп но похож короче есть зеркальных карпов мы ловили о зеркальных да красивые ухты потом серебряных ловили карпов есть вот такие это не желтая чешуя белая чешуя вверх да зеркальные карпы там как бы посерединке такие крупные чешуйки ага и по бокам такие чешуйки вот ну там сейчас мне кажется до сих пор на этом на кармановском водохранилище этих карпов втягают еще есть карпы да а куда они денутся если там правильно вода ничего там не загажена она там так они будут там жить в общем классно потом мы еще там рыбачили потом когда постарше стали вот там уже стали на кормушке ловить там есть такое место кладбище до энергетика надо слазить в общем на это не на поезде как на электричке до вот там вам и крупных ловили потом башля была велась там большая там 10-15 килограмм иногда но мне такие крупные не попадались мне там массе по два килограмма так крупным килограмм на это полкило понятно вот типа такой стандарт холодильник и в основном его лучше всего жарить больше ничего такого только за дедом и только его жарили понятно так ну ладно в общем идем до телевышки дальше на еще один момент там был поезд очень рано где-то в 4 утра 4 30 что ли и мы это жили не в самом доме у бабушки а у нас ну сделали себе сарайку такую оборудовали там топчан такой кровать чтобы дома никого не беспокоить с вечера допустим соберемся соберем все на рыбалку а утром уже там ставим будильник и сами главное утром все часика в 4 рано утром встаем идем на поезд так что все собрано было понятно не ленились так сказать рано вставали сами никто нас не будил у Женька он еще привычно считаем постоянно на рыбалку ходил у него же как бы вот такой не было ли не знаешь проспать чтобы знаешь это поезд или еще что-то так все вспоминал почем я рюкзак этот покупал вот первый рюкзак свой 25 рублей вроде бы не ошибаюсь за 25 рублей вспомнил еще куда мы ездили мы ездили в бодряш ну бодряш это деревня от енаула там называется 19 километр тоже также на электричке с енаула в доезжали один раз мы ездили вообще надолго где-то дней на пять наверно вот с нами помню даже был иван шахтаров приезжал тогда с тетей галей ну туда в енаула в гости ничего себе представляет я удивлю серьезно гриба вас его просто знал я знал да да он сам интинец а на этом сын ты они уехали уехали ой выжму вроде бы ижма да ижма да да ну а потом он умер со своему небесному небесному пусть земля будет пухом это как вот шахтер вот у меня отец бурана умер тоже вот где диване тоже рано умер это наверное все таки сказывается шахта наверно под землей все работали анатолий иванович лапшин тоже рано умер да да вот и там мы ловили этих красноперку на лодке плаваешь на удочку там такие листочки ну от лилий листочки такого между листочками в окна так закидываешь удочку ну и красноперка такая небольшая там ну может быть с ладошку а вот и мы наловили ну много очень ее много хлебал я дозволил это много хлебал и вот потом ее посолили и засушили в общем нормально съездили оттуда приехали пешком дошли там как бы остров такой там река называется буй вот эта река буй впадает в кармановское водохранилище вот ну вот как бы вот это от этой реки само кармановское водохранилище вот что-то хотел сказать забыл то там были короче трое или двое мужиков но они уже наверно где-то ну два или три дня там отдыхали на бую не на этом на бодрише в этом и они там видим но видимо перепили короче мы приехали они там ходили вливали короче мы когда в палатке спали там только и слышно было так нам смешно было да да им было не до смеха это стопудово блин ну это естественно пацаны какая там там ну мышь не пили тогда что считать школьники дядя ваня с собой естественно он был там один взрослый человек естественно он тоже в одну не брал спиртной с собой схему купить пить не сами же а вот эти трое рыбаков там чем-то от разну траванули снили просто перепили и вот там когда легли в первую ночевку там вот эти звуки были там видимо их выворачивала до того что они там вообще блин что-то конкретно траванулись чем-то потом мы в этом же походе на рыбалке вот когда в бодряш то ездили там вот эта деревня через и будет переплываешь мы в деревню пошли и я не помню или мы денег с собой взяли ну молока чтобы взять и нам так просто молоко бесплатно отдали бесплатно 3 литра молока но ну сначала мы короче сами там молоко попили и потом уже привезли ну туда в нашу компанию все молока то попили довольны такие вот такая такая рыбалка была вспомнил еще одну историю когда вот мы рыбачили на карманова женька там тоже был мы с женькой пошли я женька и серега серега остался на берегу мы женька пошли или может даже втроем не помню в лес пошли немного в лес чтоб дров набрать там как раз ну там это место мы называли кладбище вот кстати проходим телевышку вот и там такое сухо стоячее дерево ну такое толстое сухое видно что его есть там пахну немного подолбить она упадет и как раз бы нам было много бы дров они вану внутри это дерево было пустое я взял топор и стал долбить по это по стволу чтобы он как бы раскололся на щепу и забрать из этого ствола вылетает стая таких здоровых непонятно чего таких пчел блин вот таких вот прямо здоровых и такие прям видно на них полоски такие прямые прям на этом на брюшке женька знал что это такое он такой кричит это шершни убегайте быстрее мы они ну что они но это у них смертельный укус короче он сказал что если 4 шершня укусит то ты будешь трупом в общем мы как на всех газах берегу побежали я вот когда бежал видел так это возле меня так шершень такой летит я бегу и шершень такой летит потом я бегу бегу и он но отстает короче ну слава богу никого не укусили и мы не пострадали вот такая была моя первая встреча с шершнями так вот уже подходим до первой нашей чаевки где мы будем отдыхать тут по пути увидел растение вот это называется пастушья сумка вот вот эти штучки вот видите они как бы на сумочку похожи ну из-за этого так и назвали растения пастушья сумка а вот это аптечи это ромашка аптечная сейчас покажу но я читал ее хорошо заваривать волосы мыть для кишечных вроде бы даже вы для желудка тоже полезная трава оба грибы вас уже там на месте тут осталось несколько метров сейчас я скину рюкзачок достану термос в этот раз мы термос взяли я заварил чай такой чай компот там короче лимон варенье красная смородина варенье черная смородина с шиповник ой не шиповником с этим ой как его блин вылетела из головы о вспомнил с крыжовником во сейчас нальем чаек покажем что за чай цвет какой должен быть вкусный вот уже такая изморозь блестит хотя еще принципе такого заморозка еще сильного нету но будет наверно под утро все такое застынет сильно такой цвет чая грибовас пробуй чё за как на вкус сейчас скажу горячий наверно не обожги смотри кстати на сладость нормально не слишком сладкий кисленький такой да такой нас как сироп такой который не знаю как сказать вот такое там спрашивали также вопрос задавали там кто-то собирался сапоги купить ну и спрашивали он там хотел резиновые купить или пвх но пишет что типа пвх они не особо крепкие те какие лучше нравятся пвх сапоги вот у тебя сейчас грибовас пвх пвх хороший или резиновые лучше пвх сапоги хорошие целые мне кажется пвх все-таки лучше резиновые лучше пвх не знаю ну говорят что типа они рвутся сколько у нас второй сезон не поручить он да уже нормальный до следить надо конечно аккуратно не на сучки не чтоб не зацеплялась ничего они хоть и резиновые хоть и пвх тоже могут порваться и потому грибовас это мы ходили с тобой это поход помнишь эти колбаски то жарили а ну вот и там кто-то посчитал и такой пишет в это но почему у тебя джон это на палки ну на 2 на 2 кусочка колбаски это больше я обещал что типа ну потом расскажу почему вот сейчас рассказываю просто напросто колбасу моно пополам поделили а я себе просто долик потоньше нарезал вот и все а понятно грибовас смотрят зрители чтоб я тебе не обделил я понял надеюсь надеюсь спасибо ты будешь еще чай не 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 написать не налим еще не буду половинку половинку децилграмм децилграмм в базе запасить там не цветом такое даже чтобы завязан хорошо все не пол чашки пожалуйста но я-то с видеокамерой давай теперь ты уж наливай а хорошо давай мая а по мне неудобно на руку это будет открывать и сейчас не полную налей а по вот продукты у нас на 500 рублей колбаса там потом банка тушенки банка консерта рублю на рыбу спасибо пожалуйста у нас попьем чайку и в путь дорожку время сейчас я скажу да сколько время время 9 часов 15 минут московское время всем приятного чаепития спасибо большое ой так время 937 мы уже прошли линию связевую по одежде короче я в свитере вот одет в таком вот свитер футболка штаны вот такие рабочие синие там подштанники носки тонкие потом еще сверху толстые носки так ну плавки понятно само собой чё еще шапочка теплая у гребабаса спросил тебе в этой же кепке не холодно да сейчас но у него сейчас и у него еще в рюкзаке есть теплая шапочка но идти жарко жарко тебе эти нет потому что рюкзаки у нас в этот раз тяжеловато и жарко идти и смотрите уже ну так подморозило уже этот вот смотрите мог такое же как бы тверденький здесь вот гриба бас только что провалился сейчас покажу эту ямку где у него ногу засосала так что надо идти аккуратно по краю тропки а гриба бас в этом в рубашке у него футболка без рукавка и рубашка вельветовая да у тебя штаны эти как и спортивные до теплые штаны да и этот камуфляжные штаны еще до нормальной ну как бы жарковато можно было свитер наверное все таки скинуть так у нас сейчас отдых в прошлом походе конечно воды было меньше в этом походе тропа какая-то вообще водянистая да гриба бас но у вас маленький перекурчик гриба бас подустал да че устал я сильно джон мокрый я весь ну и не сильно уж не болтает мы только нашли стали идти ты че да 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 ты же в поход ходил по ходил 70 км а ты говоришь сильно это же только разминка гриба бас только начало не спорю а ты уже пугаешь зрителей сильно нет 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 дойду скажи устал слабо устал слабенько дойду еще дойду только что вот спотели да это потери сильно я мокрый тоже вообще не знаю пот видать будет нет в общем отдыхаем минут 5 его можно чайку кстати попить давай минутчик улажай так